Бактус состоит из 10 частей. Каждая часть это таблица, в которой расписаны все убавки и прибавки. Итак, смотрим. Начало. Начало вязания. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый. Доходим до завершающего ряда. 72 ряда деталей. По бокам вы видите цвет, который мы будем использовать. Поэтому, если вы будете применять какой-то свой цвет, вы вполне можете его заменить в соответствии с тем цветовым рядом, который будет использован в вашем бактусе. Начало. Обратите внимание на это слово. Нить рабочая у нас начинается с левой стороны каждый раз. Это делается для того, чтобы все хвостики, которые у нас будут получаться при смене цвета, оказались с одной стороны. Этими хвостиками мы будем с вами пришивать детали между собой, чтобы не было видимого цветного шва. Итак, начало. Начало всегда с центральной, с одной петли. Одна единственная петля, точечка. То есть берете центральную иглу, одну, и с одной иглы начинаем вязать. В первом ряду ничего, во втором ряду три петли добавляем, в третьем одна петля, в четвертом две петли, в пятом одна и так далее. С какой стороны у нас прописана цифра, с той стороны вы прибавляете петли. Всегда получается так, что мы делаем прибавку со стороны рабочей нити. Поэтому делайте начало там, где написано, с левой стороны. Метка. Что такое метка? Это просто привязанная ниточка. Каждый раз, когда у нас идет залом детали, смена направления, иногда она неявная, чтобы нам потом не искать места соединения, мы привязываем просто хвостик. Вот такую ниточку привязали. В каком месте напротив стоит слово метка? В шестнадцатом ряду я на крайнюю петлю провязала хвостик, и когда буду соединять детали, не запутаюсь. До четырнадцатого ряда провязали, пятнадцатый, шестнадцатый, желтым. Опять меняем на белый цвет, провязываем до двадцать второго, двадцать третий, двадцать четвертый, синий цвет и так далее. Вяжем, вяжем, вяжем. Слово метка, не пропустите. Плюсы, минусы, если ничего не написано, просто единичка, двойка, тройка, это прибавка. Если у нас убавление петель, ставит минус. Минус, это убавка, ничего не ставит, это прибавление петель. Доходите до завершения, у вас написано слово остаток. Остаток, это значит мы закрываем все оставшиеся петли. В итоге мы получаем вот такие вот детали с меточками и с огромным количеством хвостов. Эти хвосты можно даже не завязывать в процессе вязания, потому что мы их сможем стянуть, когда будем соединять. Там, где у нас парочка рядочков, большие длинные хвосты можно не оставлять. Оставляйте длинные хвостики на основном цвете. В основном у нас белый. Нам придется зашивать большие части полотна, чтобы не привязывать другую пряжу. Но не хватило хвостика, привязали рабочую нить этого цвета и завязали. Итак, задача провязать 10 деталей. Не забудьте каждую из них пронумеровать, чтобы не потерять последовательность. И еще такой момент. Начинайте с первой, соединили со второй, провязали вторую. Сложите детальки, убедитесь, что они у вас совпали. Так, я показываю вам уже провязанную. Бактус. Провязала первую детальку. Приложите к нему вторую, убедитесь, что полосы совпадают. Провязали третью. Видите, у меня еще не завершено окончательное строительство. Привязали третью, приложите ко второй, убедитесь, что у вас полосы полностью совпали. Можете сразу пришивать. Тоже последовательность работы на ваше усмотрение. Провязали, подшили. Как пришивать? Итак, связали детальки. Еще раз. От одной иглы начинается. И пошли прибавлять, прибавлять, прибавлять. Дошли. Вот она, синяя, голубая. У меня меточка стоит, метка. И пошли убавлять, убавлять. Дошли до другой стороны резких убавок. Поставили метку. Закончили хвостик. Одна деталька. Вторая деталька. Еще раз обратите внимание, все хвостики у меня всегда остаются с одной стороны. Если будете ориентироваться на указания таблички, у вас тоже так получится. И вот этими хвостиками, которые с одной стороны, мы с вами будем сейчас... Покажу, как сшивать детали. Итак, сложила. Убедилась, что все совпадает. Вкладываю одну на одну детали. И соединение делаю по изнанке. Вы можете делать по лицевой стороне. На самом деле, как вы будете соединять, только от вас зависит. Ваше желание. Показываю, как делала я. Необъемные швы. И видите, нету нигде вкраплений чужого цвета. Потому что я не одним каким-то цветом соединение выполняла, а хвостиками. Итак, сложили. В принципе, можно даже не подкалывать, потому что ориентиром являются полоски. Есть у меня вот два цвета. Один хвост с одной стороны. Один хвост со второй стороны. И я одну сторону подвожу ко второй. Беру на начало полоски. Начало полоски. Хвостик, который подлиннее, влево-вправо. При таком способе соединения вообще не важно, влево и поедете или вправо. Петля, воздушная петля. За самые кончики подхватили. Петля, воздушная петля. Можно на самом деле не делать воздушную петлю, соединять просто. Взяли обычной косичкой. Но вы можете перетянуть. Если у вас проблемы с эластичностью соединения, тогда делайте воздушную петлю. Она даст возможность потянуться полотну. Краешек перед началом следующего цвета с одной стороны, с другой. Петля. Вытянули. Беру второй хвостик, ниже начала и окончания полоски, соединяю, завязываю узелок и буквально раз, два, две петельки, две протяжки. Обрезали, следов нет. Полосочка соединена. Берем следующий цвет. Желтенькие, начало, полосочки, окончание. На начало. Раз, два. Раз, два. И все, здесь завершающая петля. Раз, два. Соединяю два. Можно даже не делать так часто. Достаточно на паре рядов один узелок завязать. Завязали узел. Желтенький. Достали петель. Хвостики и отрезали. Таким образом мы хвосты убираем и не даем чужеродному цвету некрасиво выделяться. И отлично соединяем. Потому что если мы будем соединять с вами просто приколов, как попало шив, не будет такого замечательного эффекта. Итак, соединили полностью все детали, обвязка, края и краешки. После того, как вы делаете обвязку, сейчас покажу. Можно оставить как есть. Я там советовала в процессе вязания соединить. Можно. После вязания. Сейчас будете смотреть, как я делаю обвязку полотна рубчиком. Можно пропустить хвостики. Поскольку обвязка очень короткая. Все вывели 2 петли, 2 хвостика на одну сторону, завязали узелок, упрали в ролик. Отрезали. У вас получается готовое соединение. Итак, провязываете 10 деталек. Сшиваете их между собой. Выполняйте обвязку. Обвязку, кстати, можно выполнять любую. Если у вас хороший край, можно вообще не обвязывать. На ваше усмотрение. Хоть крючком обвяжите. Если не хотите на вязальной машине, самый простой способ. Обычный подгибом. И выстирать, либо отпарить, разложить. Высохнуть наш бактус. И можно радоваться красивой, необычной вещей в нашем гардеробе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Давайте до следующего цвета смену цвета довяжем. 21 плюс 1, 22. Смотрите, 22 минус 1, 23 пойдет плюс. 24 минус 1. Каждый раз, когда у меня будет смена цвета, я заканчиваю убавку либо прибавку, которая полагается этому ряду на том цвете, который у меня есть. Цвет белый, 22 ряд, минус 1, делаю минус 1 белым. После этого меняю цвет на темный. Белый убираю совсем, потому что в следующий раз он будет нескоро. Ставлю другой цвет. Хвост можно подлиннее, потому что белый пойдет соединяться. Но в любом случае, когда мы будем соединять детали, можно будет надставить. Потому что когда очень длинные хвостики оставят, просто тяжело с ними потом будет работать. Провязали. 23 плюс 1 петля. 24 минус 1 петля на том цвете, на котором был ряд. У меня на 25 ряда меняется цвет, поэтому убираю нить, меняю цвет на убавку-прибавку. Будет такие прибавки, где по 3 петли будут прибавляться, либо убавляться. Этот цвет у меня идет, на этом ряду у меня убавка-прибавка. Я на нем делаю прибавление, либо убавление петель. Потом беру следующий цвет. Если у вас расхождение, вот как здесь, когда вязала желтеньким, я оставила рабочую нить без отрыва. Если у вас далеко ушла убавка-прибавка, отрывайте нить, чтобы такие хвосты у вас не тянулись. Протяжек, чтобы не было между соединением детали. Поменяли цвет, отрезали нить и провязали дальше. И так далее. То есть мы с вами вывязываем самые простые прибавки, самые простые убавки. Не делайте дорожками убавку, не делайте декерные убавки. Очень некрасивые пойдут дорожки, они вам будут портить весь вид вашего бактуса. Убавка самая простая с провязыванием. То есть перенесли петлю, провяжите, чтобы не было стяжки. И там та часть, которая у нас идет без провязывания, без прибавок-убавок, тоже смотрите, чтобы она была хорошо оттянута, не стянута полотно, не должно быть стянуто с одной стороны. Тяжело будет его соединять. Собственно, вот все нюансы вязания. Хвостики у нас остаются. Убавки делаются на рабочем цвете. Самые простые убавки, самые простые прибавки. И начинаем с одной петли. Выходим, вяжем, вяжем, вяжем. Вот здесь у меня вторая метка. То есть на каждом этапе у нас будет две метки. С одной стороны и с другой. На 51-м ряду у меня будет вторая метка и пойдут убавления. Видите, тут плюс, потом пойдет минус убавления. И я выхожу на самый кончик, потому что на 72-м ряду я убираю остаток петель. Вот он. И получаю готовую деталь. Как я вам говорила, детали вы можете не отпаривать. Потом просто отпарите или выстираете полностью готовые уже изделия. Можете подпарить, но сильно не вытягивайте, потому что если вы отпариванием деформируете детали, вам тяжело опять же будет их соединять. Лучше не парить, лучше не гладить. Просто проверьте, что они у вас состыковались. И можете соединить сразу, можете соединить потом все изделие. Как вам удобно. После того, как все детали соединили, нам остается окантовать, то есть создать кантик. Кантик буду делать маленьким руликом. И сейчас покажу, как я распределила рулик по полотну. Бактус поделила на 3 части по 60 см, потому что, к сожалению, половина не влезает на 200 игл на машину. Поэтому на 3 части по 60 см. Пересчитав на петельную пробу, получаю, у каждой части у меня занимает 150 петель. Снизу 150, 150, 150. К сожалению, придется за 3 этапа выполнять нижнюю часть. Верхнюю тоже за 3, потому что по 60 петель по бокам. И серединка у меня занимает почти всю машину. 180 петель, это 72 см. Сейчас я начала с серединки. Постарайтесь на кончике не делать стык, потому что может быть некрасивые соединения. И самая видная часть будет неаккуратно оформлена. Поэтому надела на 180 петель центральную часть бактуса. Кстати, в этих точках ставим метку. Метка это узелок. Видите, завязала узелок на 60 см. И надела изнанкой к машинке, лицом к себе, полотно за самый-самый краешек на иглы, на 180 петель. И провязала 6 рядов. Да, 6 рядов на щечки на свободной плотности. И сейчас буду создавать обратный подгиб. И просто закрою его косичкой. Получится достаточно симпатичная аккуратная окантовка бактуса. После того, как провязали, наша задача соединить полотна, для того, чтобы создать обратный подгиб. Ищем горизонтальные рисочки. Их, если присмотреться, хорошо видно. И надеваем на иглы. Таким образом мы формируем обратный подгиб, который закроет все неприятные и некрасивые места бактуса. Потому что смена цвета, уголки, закрытие, некрасивый край, все уходит внутрь. И таким образом закрывается внутри подгиба. Нам остается только закрыть петли и окантовка готова. Закрываем. Рыхлой косичкой. Либо, как мы с вами делали на соединении деталей, двойной косичкой. Здесь это не сильно нужно, но таким образом мы с вами избежим растягивания края. То есть он не будет, не растягивания, а стягивания, он не будет стянут и не будет груб. Вот эта двойная косичка облегчает эластичность. Поэтому таким образом мы с вами оформляем все части. Вот сколько вы намерили на своем бактусе, столько у вас будет частей для соединения. Вот он, полученный краешек. Аккуратный, красивый, ровный, полностью закрытый. Останется его немножко отпарить, чтобы он стал более плоским. И все, можно будет носить бактус, он готов. Кстати, когда будете соединять, просто, вот закончили соединение, в следующей части, вот эту петельку, просто подцепите к кантику, который мы будем соединять с другой стороны. И у вас уже будут соединенные бортики и не надо будет ничего пришивать. То есть уже будет соединение произведено. Продолжение следует...